Так выглядело шоссе космонавтов прошлым летом. Зигзаги у дачи, автомобилисты огибали возле деревень Ванюки, Песьянка, Хмели. Минувшей осенью дорогу начали спрямлять. Подрядчик переложил бортовой камень, сузил внутреннюю часть газона, расширил при этом проезжую часть дороги. Спрямление явно ощущается, отмечают автомобилисты. Лучше. Да лучше. Во-первых, на разворотах уже нет такого. То есть сразу же машина выходит на разворот, не мешает движению. Нормально, да? Если хотели дисциплинировать водителей, нужно было ставить либо светофоры, либо лежаки ставить. Вот это искривление, оно не дисциплинировало. Люди как гоняли, так и гоняли. Просто стало намного опаснее. Вообще вопрос, зачем это изначально делали такую дорогу странную. Сейчас, конечно, стало намного лучше. И ситуация не такая опасная. Было-то, конечно, ужасно. Спрямление требовалось обоим направлениям дороги по шоссе космонавтов. Работы продолжаются. У водителей есть свои пожелания по благоустройству территории и организации движения. Все хорошо. Единственный недостаток какой. Бордюры там сделаны в некоторых местах даже не 95 градусов угол, а острее еще. Вот там бы надо углы как-то немного убрать. Один бордюр положить, чтобы таких острых углов не было. Мне не нравится участок, где отворот на сокол. Но мне не нравится, потому что все едут как попало. Ограничение 90 там стоит. То есть левая полоса вообще несется справа. Пытаются перестроиться в левую полосу. Вот там, конечно, мне не очень нравится. После реконструкции, по сути дела, мы уже уйдем от этих острых углов. То есть будет более плавное очертание бортового камня. Более того, после того, как мы нанесем дорожную разметку, езда будет намного комфортней. Напомним, реконструкция шоссе космонавтов от реки Мулянка до Большого Савина началась весной 2014 года и завершилась в 2017. Общая стоимость проекта составила 1 миллиард 700 миллионов рублей. Сейчас на спрямление шоссе будет потрачено в общей сложности еще 288 миллионов рублей. Срок сдачи проекта – июль 2019.